Друзья, всем огромный привет! Мы приглашаем вас отправиться вместе с нами в речное путешествие! Чаще всего речное путешествие из Москвы начинается с северного речного вокзала. Перед нами главное здание комплекса сооружений канала имени Москвы. Оно является выдающимся образцом архитектурного направления «Сталинский ампир». Сейчас нельзя полностью оценить его красоту, так как вовсю идут реставрационные работы. Наше путешествие состоится на речном крейсере – четырехпалубном теплоходе «Лебединое озеро», который был построен в Германии. Мы входим на главную палубу, которая здесь называется «Портер», по аналогии с театром. Здесь происходит регистрация туристов и выдаются ключи от каюты и номера столика в ресторане. Всем привет, друзья! И мы отправляемся в речное путешествие. Давайте немного осмотримся в каюте. Наша каюта расположена на шлюпочной палубе или бенуар. Сразу находим приветственный набор, который состоит из питьевой воды и игристого напитка с фруктами. Также в каюте есть одна двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, два кресла, кофейный столик, сейф, холодильник, кондиционер. В общем, все, что нужно для прекрасного отдыха. Также к нашим услугам в каюте набор для душа, бритвенный набор, тапочки, полотенца. Все чисто, нет никаких посторонних запахов. Главной изюминкой каюты является отдельный балкон. Давайте выйдем на него и посмотрим. Кстати, каюты данной категории носят имена выдающихся артистов балета. Наша была в честь Михаила Фокина. Что самое главное для российского туриста? Это, конечно, хорошо кушать. В стоимость путевки включено трехразовое питание. Обед и ужин организованы по заказному меню. А завтрак проходит по системе «Шведский стол». Также на данном теплоходе есть кофейня, где можно дополнительно купить кофе с пирожными, а из ее окон продолжать наблюдать за речными пейзажами. Ну и, конечно, бар. И уже традиционные утренние шоты на теплоходе. Давайте подробнее разберем, где же мы все-таки плывем. Канал имени Москвы – водный путь, который связывает Волгу и Москву-реку. Идея соединить Москву и Волгу в интересах торговли и армии появилась еще в XVIII веке. Так Петр I хотел проложить сквозной водный путь из Балтийского моря в центральные районы России. В 1722 году он велел разработать проект «Соединение рек». Но когда увидел смету, сказал «Однако». И проект отложили на долгие годы. Второе дыхание идея создания канала «Москва-Волга» получила в начале XX века. Решение о строительстве было принято в 1931 году. Так одним махом решили сразу несколько острых проблем. Напоили Москву, спасли от гибели Москву-реку и Яузу. К тому времени они уже пересыхали. Проложили водный путь от Москвы до Волги. При строительстве канала использовался труд заключенных. 14 сентября 1932 года для строительства канала был создан Дмит-Лак, просуществовавший более пяти лет. Количество заключенных на строительстве канала достигало 196 тысяч человек. Они проделали колоссальную работу. Длина канала имени Москвы – 128 километров. Ширина – от 85 до 120 метров. Максимальная глубина – 17,5. Особенностью канала имени Москвы является то, что он не самотечный, а энергетический. Вода из Волги в водораздельные участки поднимается насосами по ступеням. На концах ступеней размещены шлюзы. На трассе канала расположено 8 шлюзов. Из них 6 в Московской области и 2 шлюза на территории Москвы. На канале расположено 6 водохранилищ. Икшинская, Учинская, Пестовская, Пироговская, Клязьминская и Химкинская. Давайте посмотрим на работу шлюзов на примере шлюза номер 3. Гидроузел состоит из однокамерного шлюза и насосной станции. Расположен на канале имени Москвы в городе Яхрома Московской области. В камере шлюза суда поднимаются или опускаются на 8 метров. Строительство шлюза было начато в 1933 году и закончено 3 года спустя. На башнях нижней головы шлюза установлены декоративные парусные корабли-каравеллы Христофора Колумба, Санта Мария. Небольшая справочка. Шлюз – это гидротехническое сооружение на водных путях для обеспечения перехода судов из одного водного бассейна в другой с различными уровнями воды в них. Выглядит это обычно как большая прямоугольная камера, обычно бетонная, имеющая с двух сторон ворота. Один затвор ворота отделяет камеру от той части канала, где уровень воды выше, как говорят, от верхнего бьефа. Другой затвор отделяет камеру от той части, где уровень воды ниже, то есть от нижнего бьефа. Суда заходят в камеру шлюза, швартуются, затем шлюзовые ворота закрываются, и камера через водоводы в стенках сооружения наполняется водой. После этого открываются верхние ворота, сюда выходят. Механизмы приводятся в действие электричеством. Время вернуться на теплоход и узнать подробнее, чем там вообще можно заняться. Если стоит теплая солнечная погода, то всех любителей шоколадного оттенка тела приглашают на солнечную палубу, где уже стоят шезлонги. Также на теплоходе работает сувенирный киоск, где каждый желающий может купить себе и близким памятные сувениры. Для совсем юных речных путешественников есть специально оборудованный детский клуб. В течение дня проводится много развлекательных программ, а самые активные и удачливые получают призы. Перед нами знаменитая Калязинская колокольня. Колокольня построена в начале XIX века при Никольском соборе. В наши дни высокая пятиярусная колокольня, один из символов города и всей Волги, отмечает место, где некогда был высокий берег реки, на котором шумела торговая площадь. В связи со строительством гигантской плотины в Угличе и созданием Угличского водохранилища, Калязину суждено было большей частью своей уйти под воду. Все здания приговоренных районов должны были быть снесены, но колокольню не успели взорвать, когда уже стала подниматься вода, и ее решено было оставить в качестве маяка. Вот так быстро и незаметно пролетело время, а мы тем временем подплываем к Угличу, где нас ждут экскурсии. Углич – старинный русский город, был основан в 937 году, население примерно 32 тысячи человек. Существует несколько версий происхождения названия города. По одной из версий название появилось от того, что Волга здесь делает угол. Но есть и другие версии. Например, название производят от слова «уголь», на этом месте в древности выжигали уголь, или от слова «уличи», так называлось одно из славянских племен. Углич знаменит своими сырами и часами. В черте города расположен Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия и Угличская ГЭС. А мы тем временем пришвартовались и выходим на берег, чтобы посетить экскурсии. Они, кстати, входят в стоимость путевки. Перед нами Успенская площадь, центральная площадь города. Своё название площадь получила в 30-е годы 20 века от Успенской церкви, которая была разрушена советской властью в эти годы. Вокруг площади сосредоточено множество городских достопримечательностей. Вдали синеют купола Бога Явленского монастыря. Мы подходим к Угличскому Кремлю. Здесь началась история старинного города Углич. Крепость, построенная на возвышенности на правом берегу Волги, выполняла оборонительные функции. Когда-то Кремль был надежным сооружением, с укрепленными валами и высокими деревянными стенами. Но теперь от них уже ничего не осталось. Давайте прогуляемся по территории. Далее мы входим в Бога Явленский собор. Сейчас это здание мало напоминает религиозный объект. Дело в том, что в советское время в нём размещался клуб. Колокольню при этом снесли. Сейчас в этом здании размещена экспозиция живописи 18-19 веков и выставка «Домашние утвари». Перед нами церковь царевича Дмитрия на крови. Она построена на месте гибели царевича. Царевич Дмитрий был младший сын Ивана Грозного от Марии Ногой, брак с которой не был благословлён церковью. Росписи в трапезной посвящены библейскому сказанию о сотворении мира Адама и Евы, их грехопадении и изгнании из рая. Также в храме сохранились росписи второй половины 18 века, которые изображают смерть царевича Дмитрия и расправу толпы над убийцами. Дмитрий был найден мёртвым во внутреннем дворике дворца. По одной из версий, мальчик был зарезан по приказу из Москвы. По другой, официальной версии, мальчик непроизвольно воткнул остриё себе в горло во время приступа эпилепсии. Перед нами палата удельных князей. Это старейшее здание Углича и один из древнейших образцов жилого зодчества на территории России. Далее движемся к Спасо-Преображенскому собору и колокольни. Собор был построен под руководством Григория Фёдорова в 1710 году. С 2004 года и по настоящее время службы проходят каждое воскресенье и в праздники. Спасо-Преображенский собор и колокольни представляют собой единый архитектурный ансамбль. Давайте поднимемся на колокольню и полюбуемся видом. А это церковь Рождества Иоанна Предтечи. Купец Чаполосов пожертвовал средство на возведение церкви. Таким образом, он увековечил память своего трагически погибшего сына. Храм пятиглавый, бестолбный, имеет пределы, трапезную и надвратную колокольню. Особое изящество ему придает нарядное шатровое колокольне и крыльцо. Это крыльцо, кстати, изображено Рерихом на картине «Углич. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи». Напротив нее находится Свято-Воскресенский мужской монастырь. Он является старейшей святой обителью в Угличи. Все сохранившиеся здания датируются 70-ми годами 17-го столетия. Они строились одновременно и представляют собой законченный архитектурный ансамбль. Воскресенский собор, звонница и трапезная соединены между собой переходами и галереями. Во время возведения электростанции монастырь попал в зону строительства. Это ухудшило состояние почвы, из-за чего монастырские постройки стали постепенно оседать и разрушаться. Реставрация велась в течение 10 лет, начиная с 1965 года. В это время проведена технически инновационная работа, направленная на укрепление грунта и ремонт стен. С 1999 года монастырь возобновил деятельность как мужская православная обитель. Другая экскурсия проходит на Углической ГЭС. Там вы узнаете, какие бывают гидроэлектростанции, как их строят, а также увидите макеты других ГЭС, установленных в России. Узнаете причины трагедии на Саяно-Шушинской ГЭС. Но это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А наша экскурсия на этом подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!